Подпишитесь на рутуб-каналы и соцсети Спаса и смотрите все выпуски в поисках Бога. Спас. Подпишись на главное. Субтитры сделал DimaTorzok Умирал кто-то, причем от наркотиков, кто-то садился. Я понимал, что путь-то один, либо в могилу, либо в могилу. Приходил, он так ложился. Говорил, ну где же он? Ну где же он? Ты же про него говоришь, ну где вот? Он обследовал меня, говорит, ну дела-то, конечно, вообще, да, то есть, ну твои, братец, не очень. Шансы есть, 50 на 50, там как бы, правильно. Я схватил сумку и побежал. И я боковым зрением вижу, как она падает на колени. И кричать, сынок, не надо. Я стоял на коленях, и когда настало утро и пришла исповедь, я не смог сказать ни слова. Дмитрий Трухачев – казачий атаман, а еще в недавнем прошлом – вор, наркоман и разбойник. Его история – живой и очень яркий пример из евангельской притчи о блудном сыне, который после многих ошибок и падений вернулся домой. Правда, этот путь затянулся на долгих 10 лет. За это время он не раз мог угодить в тюрьму, заворовствуя наркотики или умереть от передозировки. Дмитрий всегда приносит розы на мамину могилу. Она любила цветы, но каждый раз ругала сына за лишние траты. В этом была вся мама. Всю жизнь жила для сына и для людей, и никогда для себя. Вот и храм знамения Пресвятой Богородицы в Переславле-Залесском появился во многом благодаря ее усилиям. Как только началось строительство, Татьяна Трухачева сразу с головой погрузилась в хлопоты. Кормила рабочих, то есть что-то где-то, какие-то уличные трапезы проводила. Проводила все время. Ночами там не спала. Мам, ну что ты себя изводишь, дежурить в храме, еще что-то. Потом трапезу готовит, сама там всю ночь готовит, на санках потом отвезет это все. То есть она все накроет, а с ними уберет. Меня это дико раздражало. Иногда доходило до скандалов. Мама готова была потратить на храм всю пенсию. Ругались с мамой? Ругался, да, ругался из-за непонимания, наверное, ну как можно отдать все. То есть вот действительно даже там пенсия пришла и отнести ее всю в храм, то есть на восстановление храма. То есть как-то жить-то на что будет. То есть мама, то есть вот такой прямой вопрос звучал. Она говорит, Бог управит. Ну, конечно, в ответ звучало, то есть, с моей стороны. Что звучало? Что звучало? Разные звучали неприятности. То есть вплоть до того, да какой Бог, о чем ты говоришь, что-то чушь несешь. То есть ты отдала последние деньги, то есть туда. И дальше что-то, то есть Бог пойдет тебе купить сейчас крупы или еще что-то. Вот на фоне этого, конечно, говорю, был такой днев, раздражение, то есть по отношению к ней. И вот та простота, вот, говорю, она подбеживалась. Дмитрию было тогда 23, он только вернулся из армии и сразу ударился во все тяжкие. Мамина простота и ее безоговорочное доверие Богу укоряли совесть. Все то доброе, что она взрастила. До 10 лет он ходил в храм, исповедовался, причащался и знал отче наш. А потом связался с плохой компанией. И началось. Я рос среди, можно рассказать, что в то время хорошей компании не было. На улице можно было просто выбирать, идти до конца с одной компанией и погибнуть. Либо идти с другой, но ничего хорошего тоже в этом не было. Но в то время, когда стали разваливаться многие предприятия и все остальное, много было бесхозного всего. Вот так брошено, оставлено. Сказали, что я там был какой-то вор, то есть нет. Не мог пройти мимо того, что лежит бесхозно. И почему-то во мне такое понимание пришло, что я-то самодостаточный. Я-то еще даже 14 лет могу обеспечивать и себя, и свои потребности. И даже что-то, если могу и домой принести. Ну, а что, например, там, железо, там, пластмасса, что там? Да, в принципе, все, что плохо лежало, то есть и считалось условным ничейным, да. То есть искушение было всегда присвоить, там, если это металл, значит металл. Именно в это время и возник соблазн украсть попавшуюся на глаза груду металла. Железо, казалось, было бесхозным. От его дома до него было рукой подать. Я уже, в принципе, то есть был, в голове почитал, что все у меня нормально, все сходится. На следующий день мы поехали договариваться с человеком, который должен был, вот, вот, там, у нас принять. Ну, а как дела, как деловой материал, даже не в черме, там еще что-то, а деловой. Первый, когда мы приехали, он говорит, если это от храма привезли, там, где строят, то я не возьму. Я не понял, с чего, от какого храма привезли, то есть, ну, что это, от какого храма. Дмитрий подумать тогда не мог, что это железо предназначалось для строительства храма. Груда металла лежала рядом с винным магазином, который в 90 возник, как раз на месте церкви. Но об этом давно все забыли. Вместо звона, колоколов, местные жители много лет слышали только звон бутылок, да пьяного брань. Ну, да, как раз в зоне алтаря, главного, находился даже не называемый винный магазин с советских времен. В 30-е годы, как я говорил, храм был снесен, и на его месте построили винный магазин. В 90-е годы это достигло какого-то пика такого безумия. Здесь действительно повсюду бродили пьяные, стояли очереди, там по 300-400 человек. Вот эта вся атмосфера, о которой я говорил, она наполняла это все. После слов, что железо предназначено для строительства храма, он целую ночь не сомкнул глаз. Голове не давала покоя мысль, что он позарился на святое, обидел самого Бога. Вроде бы знал, но вроде бы прикрывал это в себе, то есть отдалял. Что у кого-то тот же мне говорил, ну, может, это не оно. И когда я приехал на сделку, и мне сказали, что если это оттуда, то мне войдет. И вот что-то внутри произошло, вот это храм. Неужели, что он точно храм будет строить? Да, нет. Нет. И пошел уточнил еще раз, да, 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 то есть 100% храм. И ночью я не смог спать. Я понял, что мне деньги не нужны уже, то есть ничего не нужно. То есть как мне быть, это я, получается, ладно, я до этого жил, а так, ну, тут человечка обижу, то есть там кого-то, то есть я ущипнул. А тут тебя, получается, мало Бога, обидел. И пометуя свою предыдущую до 10 лет жизни, то есть я, то благоговение, которое мне прививало еще и бабушка, и мама, то есть я что-то заклокотало внутри, затревожилось очень, наожиданность. И я сделал все для того, чтобы вернуть его обратно. После этого случая жизнь кардинально не изменилась, но время шло. Кто-то из его друзей уже сел в тюрьму, кто-то умер. Дмитрий понимал, что такая же участь ждет и его. Но страсть жить разгольной жизнью и наркотики держала цепка. Вспоминает, ломки были страшные. Он сидел на героине, постоянно нужны были деньги. Страя занималась бизнесом, и она доверилась мне, доверилась мне финансово-то стильные вещи. И один из таких моментов получилось так, что мы поехали снимать зарплату, то есть людям, с кем она работала, банк. Мы сняли зарплату, и я уже понимал, что я эти деньги не отдам. То есть нам приличные суммы, я ей не отдам эти деньги. Я знал, что деньги ее рабочие, но я ей не отдам. Вот настолько была такая жестокость. Я схватил сумку и побежал, когда мы подъехали в дом. Но далеко с деньгами уйти не удалось. Он добежал до храма, увидел маму и резко остановился. Словно неведомая сила сковала по руками ногам и сдавила так, что нечем стала дышать. Пробегая мимо храма, мама видела, стоялась, убиралась у нее вокруг храма. И я в боковом зрении вижу, как она падает на колени. Кричиться вот не надо. И я падаю, я понимаю, что у меня не хватает дыхания. Физически я готов, но я не готов дальше бежать. Меня как будто стянули полностью всю мою грудную клетку. Я упал на снег. У меня текут слезы. Я кричу от ненависти к ней, потому что зачем ты меня остановила? Зачем ты это сделала? Мне осталось добежать через речку. И вот эта вот сестра подбежала, обняла меня. И потом, да за что меня прощать? Вы еще тут меня обнимаете? То есть прощайте. За что вы меня прощаете? За то, что я такая скотина. А ты зачем здесь вообще около храма стояла? Ёшкин хорост. Спокойно добежал бы, все бы. Вот за это очень стыдно. И перед сестрой, потому что она много делала для меня. И перед мамой, потому что тогда она говорила много всего. Того, чего... То ощущение, я не забыл, как сковала. То есть сковала. И вот тот крик, вот эта ненависть к ней, что здесь... Зачем я сюда повернул? Зачем я ее увидел? Зачем она упала на колени? То есть вот зачем она закричала что-то? Да зачем это все вообще нужно? То есть вот святоши вы тут все такие. То есть, ну... И сестра-то прибегает, то есть гладит по голове и говорит, сынок, все, блядь, Димочка, все будет хорошо. Да какое хорошо? Что же вы все какие тут святые-то? Как вообще жить-то? То есть вот это все как... Храм и тогда, и в этот раз удержал от страшного греха, стал эпицентром самых важных событий. Символично и то, что все эпизоды этой серьезной драмы шли синхронно с его строительством. И чем ближе было к завершению, тем больше росло вопросов. А кому их было задать тогда, если не маме, которая была его нераздельной частью? Я пытался для себя какие-то вещи не разузнать. Ну, может, так же вот дерзко, вот с такой какой-то наглостью. По-разному происходили разговоры у нас с ней. Уже когда будущий храм даже еще не дорасписан, но установлен, там имело дерзновение такое вот. Вот прийти, а он еще был не до конца доделан. Она убирается, что-то он потихоньку. Я приходил, вот так ложился. Ну, где же он? То есть, ну, где же он? То есть, ну, ты же про него говоришь, ну, где вот? Ну, пускай бы он мне вот пришел, вот так вот, какие-то вещи. Все равно, да, он постоянно с тобой. Но такие ответы Дмитрий не устраивали, хотя уже тогда понимал, что ведет себя вызывающе и своим поведением и словами делает больно самому близкому человеку. Но ничего с собой поделать не мог. Так же, как и не мог задать свои вопросы священнику. В какой-то момент пришло осознание, что найти ответы он может, только уйдя в монастырь. Она мне говорила, ну, что я-то, то есть, он к батюшке со своей. Ну, опять же, мое понимание, что такие батюшки. Ну, батюшки, это все такой же, то есть, ну, человек, человек, ну, о чем еще расскажешь? Рассказать ему, то есть, ну, что я вот здесь вот сделал это, сделал, чтобы меня посадили, чтобы потом. Мама, ты что, вообще, что ли? Вот, вот, в таком каком-то ключе постоянно все происходило. И однажды она, так же, поехала с храма. Я сижу, я говорю, хожу в монастырь. Это был вызов самому себе и Богу. Как утопающий хватается за соломинку, Дмитрий схватился обеими силами за идею, в которую сам особо не верил. Но других вариантов на тот момент не было. Он пришел в Никитский монастырь в родном Переславле к известному старцу, архимандриту Дмитрию, с дерзкой просьбой там остаться. И я к нему пришел. Ну, пришел, вот вы представляете, какой я пришел. Вот такой дерзкий, такой весь накрученный. Я говорю, ну, чего ты возьмешь меня к себе? Пришел пытаться спасаться, то есть, как там по-вашему говорят. Он отвернулся от меня и уходит. Я говорю, подрядчик, я говорю, ты куда пошел? Мы еще не договорились, возьмешь я к себе или нет. То есть, вот с таким ужасным дерзновением, я, конечно, вспоминаю, настолько... Он отмахнулся рукой, и я, варюсь в голос, спускаясь по этому, говорю, ну, вот тут собрались святые все, то есть, ну, не до меня им тут дела нету, то есть, все остальное, иду, вот громко высказываю такие вещи по монастырю. И она догоняет. На то время для меня просто, как монах там, в ободранный весе дергает за рукав. Я говорю, опять ему грубо форрит, да, Сань, что тебе надо? То есть, все, что надо сказать, все, что можно было увидеть, я увидел, все, что надо было сказать, я сказал. То есть, теперь идите у леса. Он говорит, нет, архимандрит сказал тебя отвезти в скит. Так он и попал в скит при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Это в 60 километрах от Переславля-Залесского. Вокруг на десятки километров ни души, только он, еще один монах и погост. Сама один монах был, то есть, меня привезли туда. Жилье на кладбище. Буквально, в смысле? В прямом смысле, да. Потому что вокруг храма, храм старый, там 17-го, по-моему, я захоронение сели, начиная какое-то трезление обретать, то есть, пелена уходить, потому что, глядя на даты смерти, в принципе, то есть, то, что жизненная короткая, там дети есть, которые даже пожить не успели, похоронены. Есть те, кто прожили жизнь 80 лет, а как они интереснее прожили. Вот началась какая-то внутренняя философия, внутреннее делание. Такое, ну, фундамент был в 10 лет. То есть, вот, начали... Все равно, простки-то были, все равно там. Начались такие археологические раскопки этого фундамента, от всего, от этого. Монах был удивительный, он всегда молчал. И добиться от него что-то было сложно. В уединении и безмолвии Дмитрий прожил два месяца. В этом новом образе жизни все было непривычно, в том числе забота о ближнем. Он привык думать только о себе. От мамы достался такой дар готовить. Я не обучался ничего. По факту, вот, мы жили бедно еще тогда. И мама удивительна. Вот я помню, там, ранним утром, зная, что вот эти все времена перестроения, все остальные в холодильнике ничего нет, она умудрялась делать там солнцевую кошку, или как-то что-то такое называется. Это черный горбух хлеба выбирается, туда яичко, то есть, да, и получается вот красота, и все это еще, и вкуснота, как в гренке. Я это перенял, такой дар, и мог готовить тоже из-за ничего. И, в общем, я понимал, что монах здесь прям, как он питается, я посмотрел на то, что у него там есть, вот буквально мог заваривать там кипятком гречку, то есть, и жевать ее почти полосухой, ну, вот так вот. Я импровизировал, начал готовить, монах подобрел. В памяти от того времени остался трогательный случай. Когда наступили холода, мама отправила сыну носки. Это был ценный подарок, но надеть их Дмитрий долго не решался. Носки, правда, все шитые, перешитые, то есть, ну, теплые, имеется в виду. Ну, вот она как-то своими руками что-то могла, зашивала там шерстяной. И сидит этот монах, у него такая бородичка, то есть, он так гладит, говорит, носки, осень, это хорошо, да, то есть, хорошо. А у него вот такие дрявые, то есть, ну, там, пальцы торчат. У меня такая скорбь глубокая, вот, какая-то внутренняя скорбь. Я говорю, отче, ну, я вот даже не стыдно тебе их отдавать, то есть, ну, вот они все шитые, перешитые, и то он, не-не-не, нет, ни в коем случае, тебе ноги надо самому тоже теплее держать, потому что ты молодой еще, там, ну, у меня внутренняя скорбь, как вот, вот... А там всего одна пара у нас? Одна пара, и вот у меня за него, то есть, вот, я думаю, даже носить не буду, вот, не буду носить, вот, ну, потому что он не берет, а мне прямо вообще, то есть, вот, первый раз, наверное, это вот забота о ближнем проявилась, вот она вот такая проявилась, и вот настолько она глубоко и скорбно во мне, то есть, вот... Отозвалась, да? Отозвалась, вот, я, будучи жестоким человеком, очень, то есть, живя в тех условиях, вот, 90-х годов всего остального, приходилось быть жестоким, и то или иное, то или иное милосердие, она не приветствовалась, она считала за слабость. А здесь я проявил какую-то слабость, и она настолько меня разрывала, что я не могу этому человеку помочь, то есть, такая вот жуткая, какая-то вот скорбь, то есть, как же мне быть? Ответ пришел очень быстро, и иначе, как чудом, это не назовешь. Буквально мы с ним опять так же посидели, что-то я симпровизировал, за столом накрыл, он покушал так, обтерся, все бороды себе, измазал маслом, как кот. Я говорю, вот, что там, вот, что сумки стоят какие-то под столом, что они все постоянно стоят? Он говорит, Дим, ну, разные приезжают, оставляют, я их даже не трогаю. Я говорю, ну, место занимает, под столом, надо как-то по хозяйству, давайте разгребем, дело, что хочет. Я достаю сумку из-под стола, то есть, открываю, и первое, что я вижу, я достаю, как младенец, начинаю кричать, о, че, то есть, а там настоящие верблюжьи, новые, носки, вязанные. И я радовался, как ребенок, я радовался не за себя, я радовался за него, за вот этого бородатого взрослого дядька, который живет в Аскезе здесь, что его ноги теперь будут теплее. И вот это вот, наверное, чудо, по-другому я никак не скажу, через мою внутреннюю скорбь, прошение, вот эта скорбь, она была связана с прошением, Господи, ну, как вот мне ему помочь? И он, как быть? И вот этот ответ буквально через 10 минут, он пришел. Это чудо в тот момент было так нужно для его укрепления. Именно в эти минуты детской радости, убежден Дмитрий, и состоялась его встреча с Богом. А через несколько дней произошла и первая исповедь. Пожалуй, возвращение домой блудного сына началось в той первой генеральной исповеди в Покровском скиту. Список грехов мелким почерком занял около пяти страниц. В нем он пытался вспомнить всех, у кого украл, кого побил, кого обидел. Но первой в списке шла мама. Я сел писать свои вещей, и мне стало страшно. Мне стало страшно, потому что то, что разговариваю с монахом, понимая, то, какая я скотина, то, какая я сволочь, то, что я сделал, вообще, в принципе, даже помимо мамы, то есть я просто тем люди, которые рядом с вами были, сколько я сделал зла. И когда приехал монах, он мне, монах, я не умел еще когда читать по-церковно-славянски, но он читал все каноны, вычитывал, то есть это очень долго, то есть он мне говорил, можешь стоять, можешь сидеть, можешь, то есть на коленях. Я стоял на коленях, и когда настало утро и пришла исповедь, я не смог сказать ни слова, то есть я стоял и хлюпал, как мальчишка, то есть который нашкодничал вот в храме Покрована, вот в этом скиту. Позвон, взял записку и ждал еще, когда я начну говорить. О ком в горле не давал говорить. О ком в горле не давал говорить, и когда он впервые рассказал мне свою историю, это был телефонный монолог, разобрать его было очень сложно. Димин голос, душили слезы, в трубке были, слышны лишь ожидания. С той важной исповеди и началась его новая жизнь. Он еще много раз оступался, вперед идти, всегда тяжелее, но мама уже была спокойна за сына, словно понимала, она сделала все, что могла, и теперь можно уходить. Ее уход как раз совпал с завершением строительства храма, и в этом был тоже особый промысл Божий. Я присутствовал много на похоронах, ну, 5-8-10 человек, родственники обычно собираются, а здесь был битком храм. Здесь был битком храм, здесь две ночи молились, псалмы читали. То есть вот это вот сознание, насколько, значит, человек был нужен. Потом, когда мне из других городов стали звонить и говорили, что мы знали вашу маму, приезжали в храм, просто один раз они заходили в храм, общались с ней, и настолько они были тронуты, что готовы были дальше приезжать, поддерживать связь и делать что-то даже вот в этом общем делании, восстановлении храма. За три дня до смерти мама оставила сыну частичку пояса Богородицы и молитва слов. Это было словно благословение в новую жизнь. Начать ее по совести было страшно, ведь он долгие годы добывал деньги только нечестным путем. Был страх, дикий страх, дикий страх, потому что, то есть, ну, как же так, то есть, когда пришел, объясняю, что больше не получится, я пройду теперь мимо впредь, если что-то лежит не так, я это не заберу, не присвою. Она говорит, ну, слава Богу, я говорю, да ты не понимаешь, это вообще, то есть, ну, это дико, это как, на что мы будем жить, ну, это вообще немыслимо. Помимо этого, появились и серьезные проблемы со здоровьем, дала себе знать прежний образ жизни. У Дмитрия обнаружили несколько вирусов гепатита, и цирроз печени. Шансов на выздоровление практически не было, но встреча с одним монахом на Афоне подарила надежду. Ну, говорит, молодость бурная, наверное, была, да? Я, да, по-разному были, гепатит, цирроз, да, то есть, вот он идет и говорит эти вещи, то есть, ну, ты не унывай, брат, есть какой-то шанс, что, наверное, может быть, что-то поможет. Я говорю, ну, шанс, шанс перед пересадкой печени, то есть, вот шанс, но это безумные деньги, то есть, на которые даже, в принципе, глупо настраиваться и рассчитывать, потому что где их взять? Он говорит, нет, нет, давай посмотрим, то есть, есть какая-то вероятность. По приезду с Афона меня отвезли к профессору нашему, ясноскому, здесь гепатологу, который защитил докторскую, там, такой вот, он обследовал меня, говорит, ну, дела-то, конечно, вообще, да, то есть, ну, твои, братьясь не очень. Ну, шансы есть, 50 на 50, там как Бог управляет. Лекарство действительно помогло, печень исцелилась, здоровье восстановилось, одним словом, случилось чудо. Впрочем, чудеса в его жизни теперь происходят ежедневно. У Дмитрия Трухачева счастливая многодетная семья, а сам он, казачий атаман и член общественной палаты в родном Переславле. Когда-то он легко брал все, что плохо лежит, а сейчас наоборот, отдает, что задолжал за годы. Ну, самое основное, что нам удалось сделать, это на базе казачьего штаба гуманитарный склад, который не имеет Ярославской области аналогов, потому что мы не требуем документов у тех, кто просит просто помощь. Мы, как православные христиане, воины Христовы, даем каждому просящему, кто приходит. Благодаря маминым молитвам и стало возможным его духовное перерождение. Она всегда верила в возвращение своего блудного сына и дождалась. И когда произошла встреча, то есть это было действительно как возвращение блудного сына. И те дары, которые по притче и персень учили, одежды одели и быка закололи. В моем случае именно было так. Вот он чувствовал, как Господь меня прижимает и обнимает. А я плакал. Я плакал от радости, потому что все это время знал, что он рядом, но избегал из встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok